Здравствуйте, ребята! Тема сегодняшнего урока – коэффициент полезного действия теплового двигателя. Рассмотрим схематический двигатель внутреннего сгорания. Под поршень поступает топливо. Затем от искры, возникающей от свечи, топливо загорается. При сгорании топлива образуется газ с очень высоким давлением. Этот газ давит на цилиндр, и цилиндр движется вниз. При сгорании топлива выделяется теплота. Пусть это будет Ку-1. Количество теплоты это будет соответствовать температуре Т1. При сгорании топлива образуется газ, который расширяется и толкает цилиндр вниз. Поэтому объем увеличивается, газ, совершая работу, охлаждается. Соответственно, температура Т2 будет намного меньше, чем Т1. И после того, как поршень уйдет вниз, у газа под поршнем будет количество теплоты Ку-2, которое будет также меньше, чем Ку-1. И изменение количества теплоты это можно выразить как дельта Ку. Оно будет равно Ку-1 минус Ку-2. И идти на совершение полезной работы. Итак, Ку-1 это количество теплоты, полученное от нагревателя. Ку-2 это количество теплоты, отданное холодильнику. Ку-1 больше, чем Ку-2. Всегда больше. Найдем коэффициент полезного действия. Он будет равен отношению полезной работы к количеству теплоты, полученному от нагревателя. Так как коэффициент полезного действия измеряется в процентах, мы наше отношение умножим на 100%. Давайте вместо полезной работы подставим значение для дельта Ку. Получим еще одну формулу для коэффициента полезного действия нашего двигателя. В среднем коэффициент полезного действия бензинового двигателя приблизительно равен от 20 до 30%. Коэффициент полезного действия, например, дизельного двигателя может доходить до 40%. Теперь давайте разберемся, почему машины с турбированным двигателем обладают большей мощностью. Турбины в автомобиле нагнетают в камеру сгорания двигателя больше воздуха. При увеличении кислорода повышается температура горения топлива. При этом увеличивается количество теплоты, получаемого от того же самого количества топлива. Если у нас увеличивается количество теплоты, то, следовательно, увеличивается работа, совершаемая двигателем. А, следовательно, увеличивается и коэффициент полезного действия. Поэтому турбиновый двигатель обладает большей мощностью при том же самом объеме двигателя. Так как коэффициент полезного действия и работа у него всегда будет больше. Рассмотрим еще один тип двигателя – это турбины. Турбина схематически представляет собой диск с прикрепленными лопастями. На эти лопасти поддается под большим давлением горячий пар, который заставляет вращаться лопасти. В наше время турбины используют на электростанциях. С помощью турбиновых двигателей мы получаем электрический ток. Коэффициент полезного действия турбины больше, чем у двигателя внутреннего сгорания и может доходить до 60%. Рассмотрим задачи. Нагреватель отдает 120 кДжоли теплоты. Тепловой двигатель совершает работу 30 кДжоли. Найти коэффициент полезного действия теплового двигателя. Итак, если нагреватель отдает количество теплоты, то это нам дано КУ1. Запишем формулу для коэффициента полезного действия. Подставим значение, которое у нас все есть в дано. И рассчитаем. Мы не будем переводить кДжоли в джоли, так как при делении приставка кило сократится. При расчетах получим коэффициент полезного действия равен 25%. Задача 2. Тепловой двигатель получает от нагревателя количество теплоты 600 кДжоли. Какую полезную работу совершает этот двигатель? Если его коэффициент полезного действия равен 30%. По этой задаче у нас также дано КУ1, так как нагреватель отдает тепло. И мы должны с вами найти 30% от 600. Запишем. Полезная работа равна 600 разделить на 100 и умножить на 30. Рассчитав все эти значения, мы получим, что наша работа равна 180 кДжоли. Кило, так как мы не переводили количество теплоты в джоли. Поэтому в ответе у нас тоже будут кило джоли. Задача 3. Какое количество теплоты получил тепловой двигатель от нагревателя за 1 час, если его полезная мощность равна 2 кВт, а коэффициент полезного действия 20%? Мощность двигателя равна отношению полезной работы ко времени. Из этой формулы мы можем найти полезную работу. Полезная работа у нас будет равна произведению мощности на время. Переведем время в секунды. В одном часе 3600 секунд. А киловатты переведем в ватты. Получим 2000 Вт. Затем подставим наше переведенное значение в формулу и получим вот такое большое число в джолях. Давайте переведем его в мегаджоли. Отсчитаем 6 единиц, поставим в запятую. У нас получилось 7,2 мегаджоли. Теперь запишем формулу для коэффициента полезного действия. И из этой формулы мы найдем количество теплоты. КО1 у нас будет равно отношению полезной работы к КПД. Подставим все наши значения. Мы получим число в мегаджолях. Так как работу мы нашли в мегаджолях. Получили 36 мегаджолей. На сегодня это все. Формулы и задачи запишите себе в тетради. Желаю успехов. Всем пока.